Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Инперезла. И сейчас я хочу поговорить об оборотной стороне вот этого лидерства Зенита 2023-2024. О стране, на которой принято молчать. Но я скажу. Зенит идет первым вопреки во многом. Вопреки тяжелейшему, ужаснейшему старту. Вопреки набравшим ход соперникам, поверившим в себя, поверившим в то, что этот Зенит можно свернуть. Но и также еще вопреки судейству. Если в предыдущие годы, в предыдущий сезон два судейства было более-менее адекватным, более-менее беспристрастным, то в этом сезоне судейство откровенно по большей части антизенитовское. Краснодару сколько пенальти дали уже? 6-7 пробить. Ворота Краснодара не дали ни одного пенальти. В пользу Зенита за 24 тур чемпионата и за все матчи Кубка России без исключения дали всего лишь два пенальти. И оба против последнего места таблицы Сочи, которая стоит на ульт. С другими командами где нет пенальти не дают совсем. Вообще. В сезоне 16-17, помню, при карьере болельщики Спартака говорили громче всех, что Спартак задолго времени не пробил еще ни разу пенальти. Всего за тот сезон Спартак пробил опять же два пенальти. И все равно типа при этом Спартак вопреки всему идет на первом месте. Так вот сейчас Зенит Симака идет вопреки судям на первом месте. Вопреки админ ресурс, вопреки шумихи в СМИ откровенно направлены на выискивание у Зенита ошибок всяких разных. За что бы зацепиться, до чего бы доебаться. Вопреки восхвалению краснодара, выбору словно безумного голосования кого-то одного выбрать против Зенита. Зенит все равно стоит, держится и везет на первом месте. В своем тайпе. В этом туре с Иринбургом я в очередной раз увидел, что судьи они также заинтересованы еще в том, чтобы Зенит как-то подсадить, помешать, подставить подножку. На 79-й по-моему минуте, на 78-й Монтуан пробил, это был бой на момент, голевой. Мяч не просто попал в руку Прохином, Прохин сыграл рукой, заблокировал движение мяча и безбородов дороже, что питерский судья он пенальти в пульс Зенит не дал, даже когда его позвали к монитору Вар. Арбитр Вар был не согласен с главным судей, безбородов все равно свое решение не изменил. Давайте вспомним, как Пеня не дали красный за фон Калудинию, как Рахманович не дали красный за удар Локтин Калудинию, как Ежова не дали красный за то, что он распорол ногу Монтуану в матче Зенит крыльц Давайте вспомним, как Миронову не дали из Ростова красный за то, что он во втором туре на Калудинию наступил. Можно много еще вспоминать. Вообще по таблице ошибок судей Зенит самая пострадавшая команда всех. И все равно мы идем на первом месте. В матче Краснодар Зенит Иванов судья свистил все фалы все соиски в пользу Краснодара. Я удивлен, почему он не дал пенальти в ворота Зенита за случайное попадание Кержаковым ладонями по спине Лунца. Это было бы очень в стиле вот этого магнического галецкого судейства за вот эту такую тупую хуйню дать пенальти. Хоть здесь совесть какая-то у кротов есть. И в этом смысле те, кто говорят, что Зенит покупает судейство, вот по этому сезону вы дебилы, чтобы Зенита победа куплена. Вы дебилы, Зенит вопреки вот этим вот побеждает. Вопреки тем, кто работает с судьями. В этом сезоне с судьями активнее всего работает Краснодар. И это напрямую в количестве пенальти, в количестве свисков всяких разных, в количестве моментов, которые трактуют так, а не иначе видится. Но Краснодар все равно идет вторым составанием целых четыре очка оденит. И Зенит все равно идет первым. Мы в Краснодар без венула поехали. Мы без венула быков ебнули. вопреки судейству, вопреки всему. И мы идем на первом месте. И никто и ничто с этого пути нас не собьет. Если вот это нас не сбивает левый красный Бариус не сбивает вот эти пенальти ворота Зенита за случайное попадание мяча в руку штрафной Спартак Зенит при 0-2 Зенит полностью контролировал матч мяч случайно упал в руку Бариуса судья был пенальти ворота Зенита. Краснодар в сезоне после такого раскрылся Зенит не раскрылся после таких побед после таких эпизодов вы будете выискивать на слабом местах еще очень долго а мы не отдадим мы все равно не отдадим ни хера мы дальше сохранимся на первом месте и мы еще больше от вас магнички улич материн и у всех остальных Динамо уже 9 очков Динамо понятно что еще можно математически называть конкурентом но 9 очков у такого Зенита они вряд ли играют магнички это единственная команда которая реально больше Зенита значим Магнички мы оторвемся еще больше как бы они выпрашивались баба его пенальти выпрашивают штраф карточки выпрашивайте детском саду воспитатель не судей все все